МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» в рамках всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» выехали на северо-запад страны, в республику Карелия. Перед экспертами стояла задача – обследовать уникальную старовозрастную ель. Мы еще находимся на территории заказника «Заазерский», который частично входит на территорию города Петрозаводска. И именно здесь, в маленьком участке малонарушенного леса, очень ценного, который никогда не проходил через промышленные рубки, была найдена крупнейшая, по нашему мнению, ель Финоскандии. По прибытию специалисты приступили к визуальному осмотру и описанию дерева. С помощью электронного высотомера зафиксирована высота могучего дерева, измерен обхват ствола, ель проверена на наличие внешних повреждений, вредителей и болезней. Ну, во-первых, это склон южной экспозиции. Здесь в чистом виде южная экспозиция сейчас. То есть это вообще территория средней тайги, то есть здесь естественный лес, то есть вот здесь прямо рядышком собраны эти листочки, поскольку здесь достаточно благоприятные условия для развития древесины. Ну, потому что в норме этот клён растёт в Питере. И ещё южнее. То есть у нас в нормальном ситуации в лесу его нет. Давайте я вам раздам вот наши листочки. Всем присутствующим были розданы информационные листовки с приглашением выявлять уникальные старовозрастные деревья на территории России и присылать информацию на сайт программы. Как найдена была эта ёлка? В 2010 году мы приехали и, прогуливаясь по этому лесу, от дороги, на которой мы оставили машины к озеру, совершенно случайно наткнулись на это чудо. Впоследствии сюда привозили специалистов из Швеции, из Финляндии, и они подтвердили, да, что действительно в естественных лесах, вообще в этой широте таких крупных деревьев им не представлялось увидеть возможным. Уникальная ель с помощью немецкого прибора-резистограф была проверена на наличие скрытых гнилей. Моментальная принтерная распечатка подтвердила, ель находится в отличном состоянии. Сейчас это обустроенное место рекреационное, здесь есть тропа экологическая, здесь есть гати к ёлке, здесь есть помост вокруг ёлки, чтобы не повреждалась корневая шейка, и можно было спокойно, без вреда для дерева и для собственного удовольствия фотографироваться около этого дерева. Здесь есть место отдыха, где можно посидеть после такой прогулки, обсудить то, что видели. Изготовлены по спецзаказу, увеличенным возрастным буравом Преслера, были отобраны образцы древесных кернов. Самое главное, чтобы не попасть в какой-нибудь детонат. Вот это кольца. Вот это идеальный керн. Можно сказать, что это один из идеальных кернов. Да, я что-то. Слушай, хорошее получилось, да? По возвращению в Москву, в условиях дендрохронологической лаборатории, экспертами будет установлен точный возраст исследуемого дерева. Мы обратились в наше Министерство природопользования и экологии и предложили здесь, вокруг этого дерева, создать инфраструктуру, создать привлекательное место для экопросвещения, для того, чтобы люди, и обычное население, и специальные группы, то есть дети, могли сюда приходить и любоваться этим деревом, и проходить такой экопросветительский воспитательный момент. Потому что, когда ты знаешь свою малую родину, когда ты любишь свою малую родину, когда ты гордишься ей, то тогда ты ее и бережешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова